Как прекратить огонь на востоке Украины? Этот вопрос сегодня обсудят в Минске. В столице Беларуси пройдет встреча контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, а также заседание гуманитарной подгруппы. Контактная группа уже два года работает над разрешением конфликта. Однако, как отмечают в Кремле, киевские власти не желают выполнять минские договоренности. Так, в конце января представители ОБСЕ зафиксировали новые нарушения договоренности украинской стороной. В частности, возведение военных объектов, а также ведение стрельбы. И сейчас этот вопрос в эти минуты прямо сейчас обсуждает в Государственной Думе. Давайте послушаем. ...позиции метр за метром освобождают оккупированную территорию. Конец цитаты. Проболтался, ведь яснее признать целенаправленное и систематическое нарушение Киева, минских договоренностей, просто невозможно. Вот и сейчас, судя по признаниям украинского министра обороны Степана Полторака, который он сделал в минувшее воскресенье, когда возобновились боевые действия, именно украинские подразделения в районе Авдеевки перешли в наступление, цитирую, и заняли важный пост, что имеет стратегическое значение. Конец цитаты. То есть, солдаты Вооружённых сил Украины, нарушив перемирие, заняли позиции на нейтральной полосе. Это радикальное нарушение Минска. Если Киев отказывается выполнять Минские соглашения, значит, агрессор должен быть принужден к тому, чтобы их выполнять международным сообществом. То, что в Киеве лицемерно называют антитеррористической операцией, давно уже превратилось в самую настоящую террористическую операцию. И все те, кто стыдливо игнорирует этот факт, вместо осуждения украинских властей, обращаясь с голословными обвинениями в адрес России, по сути, делают себя соучастниками творящегося на донбасской земле беспредела. К сожалению, в стороне остаются наши коллеги из Верховной Рады Украины. Они в основном отмалчиваются или пытаются свалить ответственность на ту же Россию. А премьер-министр Украины Владимир Гройсман вчера буквально заявил, что парламенту страны не нужно собираться на экстренное заседание. Опять же, цитирую, сегодня нет ни одного решения, которое нам нужно принять на уровне парламента, чтобы более эффективно решать эту задачу. Конец цитаты. Категорически с этим не согласен. Делать такие заявления значит отрицать роль парламентаризма и первоосновы демократии. Я предлагаю сегодня выразить консолидированную позицию Совета Федерации и с учетом чрезвычайного характера ситуации через этот, через другие микрофоны, которые, уверен, хорошо слышны в Киеве, обратиться к Верховной Раде Украины с призывом немедленно положить конец преступным действиям украинских властей в регионе Донбасса и с требованием о выполнении минских соглашений. Хорошо известно, что должна сделать по этим соглашениям парламентская ветвь украинской власти. Начать диалог о модальностях проведения местных выборов в соответствии с украинским законодательством и законом Украины о временном порядке местного самоуправления в отдельных регионах Донецкой и Луганской областей, а также о будущем режиме этих районов на основании указанного закона, обеспечить помилование и амнистию путем введения в силу закона, запрещающего преследование и наказание лиц в связи с событиями, имевшими место в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины, провести конституционную реформу в Украине со вступлением в силу новой конституции, предполагающей в качестве ключевого элемента децентрализацию, а также принятие постоянного законодательства об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Это были прямые цитаты из минских соглашений, которые по-прежнему... Обострение ситуации в Донбассе обсудили в Совете Федерации с призывом обратиться к Верховной Раде Украины, выступил Константин Косачев, глава Комитета Совета Федерации по международным делам.